Деревенский хлеб Настоящий деревенский хлеб без дрожжей на закваске Естественно для этого нам в первую очередь надо приготовить закваску И это видео мы посвятим именно приготовлению закваски Естественно после этого мы сделаем несколько вариантов деревенского хлеба Я очень хочу сделать итальянский хлеб с оливками Также сделаем хлеб с какими-нибудь семечками, с орешками Ну в общем будем предлагать вашему вниманию разные рецепты А сейчас в первую очередь мы готовим закваску Для приготовления закваски без дрожжевой нам понадобится ржаная мука Она продается в магазинах И мы взяли 100 грамм Вообще закваска готовится в три приема Сейчас мы делаем первый прием Мы взяли 100 грамм дрожжевой муки Ржаной муки, я извиняюсь, дрожжевой муки Для без дрожжевой закваски И добавляем сюда чистую кипяченую воду охлажденную И размешиваем все это дело Нам надо получить массу консистенции сметанки Я честно говоря слабо представляю себе Как это работает Потому что должна произойти ферментация Должны какие-то вступить в действие ферменты Но как это происходит бы с температурой Я честно говоря не знаю Если бы ее там надо было подогреть Эту сметанку Тогда Ну понятно А так посмотрим Ну старинный рецепт Так готовили наши прабабушки, прадедушки Настоящий деревенский хлеб Так его готовят и сейчас Когда хотят получить деревенский хлеб Еще чуть-чуть водички Вот на 100 грамм муки У меня ушло 150 грамм воды Все это хорошенько размешиваем Сметана тоже понятие растяжимое На мой взгляд Ну вот у меня друзья Получилась вот такая вот сметана Сейчас мы спросим у Лариса Лариса как думаешь Это густая сметана? Это густая сметана Это то что нужно То есть то что нужно Да Вот от такой консистенции она должна быть Вот И вот эту вот штучку Мы оставляем в теплом месте При температуре где-то 25 градусов Я так понимаю что мука будет фирментироваться В общем я потом почищу Накрываем ее полотенцем Чтобы туда у нас не резла всякая пыль И все прочее И оставляем на сутки А через сутки вернемся к продолжению этого процесса Приступим ко второму этапу приготовления закваски Вначале посмотрим Она немножко поднялась И там даже вот есть какие-то бульбашки Она побулькивает Ну то есть заквашивается Если закваска то должна закваситься На втором этапе мы берем Точно такую же порцию муки Добавляем в нее точно такую же порцию воды То есть 100 грамм муки И 150 миллилитров воды Все это тщательно перемешиваем Вот таким вот образом Опять должна получиться Консистенция сметанки Мне конечно история напоминает Как Иван Царевич 30 лет ходил по тайге В общем друзья Вы не поверите Теперь надо эту новую порцию Вылить в старую И тщательно перемешать И оставить еще на один день Чтобы оно продолжало хваситься Чего не сделаешь Для настоящего деревенского хлеба Высыпаем Пенится нормально Нормально пенится, да? Ну видишь в объективе Не сильно видно Как оно пенится Я вижу, что булькает Сейчас вот хорошо Добавили Дай я понюхаю Какой оно на запах Дрожжами не пахнет Больше брашкой пахнет Такой Ну очень легкий запах Брашки есть Тщательно перемешиваем Друзья Эту штуку И оставляем до завтра Опять же таки В теплом месте Накрытой салфеточкой Друзья Третий день приготовления Нашей закваски Для домашнего хлеба И вы не поверите Мы делаем то же самое Эта штучечка уже так Нормально бурлит Издает Я даже не скажу Что запах брашки В общем Опять мы берем 100 грамм ржаной муки Выливаем сюда 150 грамм водички Хорошенько это дело Размешиваем И вмешаем В нашу закваску Друзья После этого На следующие сутки То есть допустим Сегодня вечером Мы это делаем Закваску естественно Мы оставляем в теплом месте Завтра вечером Можно будет уже Печь хлеб На этой закваске Что мы сделаем И естественно Снимем об этом Отдельное видео Сейчас я перемешаю Сейчас я перемешаю И дальше Расскажу Как ей пользоваться Перемешал я ее И Вмешиваю ее В эту уже Двухдневную Закваску Которая у нас Я же говорю Не знаю Не смог разобраться Какие процессы Здесь происходят Но какие-то Точно происходят Посмотрим Какой у нас Получится хлебушек Потому что На дрожжах Мы хлеб Печем постоянно Вот решили Сделать Именно по дедовскому Методу На закваске Вмешиваем ее И оставляем Оставляем В этой штучке Накрываем опять Салфеткой В теплом месте Еще на сутки После этого Можем печь хлеб Когда мы готовим Тесто На каждые 500 грамм муки То есть Ну вот мы Средним Буханочка У нас получается 500 грамм муки Ложим 4-5 ложек Закваски То есть Она будет Однородная Я ее сейчас Еще плохо перемешал Я ее размешаю Будет однородная масса Она такая Булька еще Немножко И вот таким вот Образом А дальше В хлебушек Уже вмешиваем Все что хотим Севечки Оливки Ну Любой Орешки Любой домашний хлеб Что касается Самой Закваски Если мы печем Хлеб постоянно То Эта закваска Она как бы Бесконечно работает То есть Нам ее просто Надо подкармливать Раз в 2-3 дня По мере того Как мы ее используем Делаем такую же порцию Нового Теста Грубо говоря 100 грамм муки 150 грамм воды Вмешиваем И на следующий день Опять можем пользоваться Если мы делаем Хлеб редко Там допустим Раз в неделю К примеру Тогда конечно Сложнее Но выход Тоже есть Мы спекли хлеб После этого Закваску мы помещаем В стеклянную банку Под капроновую крышку Естественно Банка и крышка Должны быть стерильные Ну Или очень чистые Скажем так Но я бы Простерилизовал бы И кипяточком И ставим в холодильник Когда нам надо Опять воспользоваться Нашей загвазкой Нам надо ее запустить То есть нам надо ее На 6 часов Вынуть из холодильника И оставить Опять же таки В теплом месте Она запускается Мы ее используем И Опять же таки Если хлеб Будем следующий печь Через неделю Опять помещаем В холодильник Тоже по мере того Как она заканчивается Допустим Там два раза Вы спекли хлеб Раз в неделю У вас она заканчивается То есть надо ее Оставить на сутки В теплом месте Подкормить Опять очередной порцией Теста Чтобы она сутки Простояла И потом можно Опять помещать В холодильник Но так как мы Печем хлеб Допустим Мы его печем Через день Потому что мы едим Только наш домашний хлеб То у нас Это процесс бесконечный То есть Выработали там Скажем Размер этой пасочки Подкормили Добавили новую И так это У наших дедов И прадедов Так сказать Продолжалось бесконечно Ну в общем-то Друзья Закваску Как видите Приготовить достаточно просто Никакой высшей математики Здесь нету И завтра Или послезавтра Мы сделаем видео О том Как на этой закваске Испечь хлеб А рецепт закваски Мы на этом будем заканчивать Друзья Надеюсь Он был для вас полезным Подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки А мы прощаемся с вами И будем снимать Естественно для вас новые Интересные видео Всего доброго Пока